Семь десятилетия отделяют этот теплый августовский день от горячего лета 1943 года, когда на Кохоровском поле разыгралась одно из крупнейших сражений Второй мировой войны. Митинг, посвященный юбилейной дате, собрал на площади памяти тюменцев всех возрастов. Ровно семьдесят лет назад, 23 августа 1943 года, советские войска освободили от немецко-фашистских захватчиков город Харьков, тем самым поставив точку в победоносном сражении на Курской дуге. Курская дуга, Прохоровка. Для знакомых с историей Великой Отечественной войны это не просто географические названия. Но среди тюменцев есть и те, для кого Курская битва – факт личной биографии. Сегодня в нашем городе проживает 17 участников Курской дуги. Пятеро из них находятся сегодня на нашей встрече. В боях на Курской дуге погибло четверть миллиона советских солдат и офицеров. Их память, собравшиеся на митинге, почтили минуты молчания и возложением венков к мемориалу воинам, умершим от ран в госпиталях Тюмени. О том, что подвиг воинов Великой Отечественной жив в сердцах сегодняшних россиян, говорили все участники митинга. Лично для меня это тоже такой памятный день, потому что в боях под Прохоровкой погиб там, где сгорел мой родной дядя. Что хочется сказать? Мы молодые, и вот те молодые ребята, которые присутствуют здесь, на этом митинге, я думаю, что мы помним то, что сделали вы, уважаемые ветераны, и будем помнить всегда то, что вы сделали, то, что дали нам жить. Члены байк-клуба «Сибирские ястребы» вручили подарки ветеранам и отправились в мотопробег по городам Югообласти, чтобы лично поздравить проживающих там участников самого крупного танкового сражения Второй мировой. А юбилейные празднования были продолжены в областном детском центре «Ребячая республика», куда фронтовики были доставлены на ретро-автомобили. Школьники бурными аплодисментами встретили героев далекой войны, а гости, в свою очередь, не жалели напутственных слов в адрес подрастающего поколения. Что бы ни произошло в России, это ответственны будете вы. Вашими руками строится страна, и вы должны ее беречь, как зеницу ока. Поэтому будьте всегда патриотами своей Родины, и победа будет всегда за вами. Шанс добиться победы появился у ребят, принявших участие в викторине, посвященной юбилейной дате. Пока школьники увлеченно состязались знания основных параметров великого сражения, на кругом столе «Курская битва. Уроки прошлого для нас и живущих» шел серьезный разговор об истории нашей страны. В том и состоит ответственность нас сегодняшних, нашей с вами миссии, что мы должны вот тот опыт, те знания, то ощущение войны, которые у моих соседей справа-слева осталось в крови, в ощущениях, в ранах, мы донесли и до наших детей, и до наших потомок. На круглом столе состоялась презентация DVD-диска «Дорогами Великой Победы. Курская битва. Тюменский регион», над которым все лето работали сотрудники и студенты Тюмгу при поддержке областного парламента. Создатели электронного сборника уверены, что он будет пользоваться популярностью прежде всего у школьников. Сейчас они смотрят американские фильмы, живут в интернет-сетях, и тяжело прочитать историческую книгу, даже какой-то исторический фильм полностью просмотреть, в общем-то, бывает тяжело. И поэтому в такой доступной, простой форме, в интерактивной, что немаловажно, что он не просто смотрит, он изучает этот книг. Отметим, что DVD-книга о Курской битве будет направлена во все школьные и муниципальные библиотеки Тюменской области.